Добрый вечер, меня зовут Сергей, я андроид разработчик и я использую Kotlin в продакшне. И как бы об этом я и расскажу, почему мы решили так заниматься и что нас привлекло в Kotlin, чтобы рискнуть и начать его использовать для андроид приложения. Ну как бы introduction слайд при меня, я разработчик уже 46 года, работал в интерпрайзах, работал в стартапах, сейчас работаю в как бы стартапе, как бы компании называют Full Contact, чем мы занимаемся не так важно. Главное, что у нас классное андроид приложение, в котором очень много java кода, который мы потихоньку переписываем на Kotlin. Full Contact. Неожиданно, да. И небольшой фактор меня, то что я экспериментирую с Kotlin с первой его бета-версией, которая вышла на публику. Это было примерно года полтора назад или что-то типа того. Первое моё сомнение о Kotlin было полтора года назад. То есть я предполагаю, что примерно в то время. Вот. И тогда, о чем я поговорю? Это, конечно, андроид-разработчиков здесь не так много, да? То есть можете руки поднять? Все андроид-разработчики? Ой, блин, что-то... Отлично, тогда вы будете знать знакомые вам слова все, и я предупреждаю, что я не знаю русских терминов. Я буду говорить на русском, но буду вставлять много-много английских слов. Как бы, будьте готовы к этому. То есть о чем я поговорю? Первое, что считается как бы самым крутой фичей для андроид-разработчиков, это view binding, то есть привязка view. Потом немножко об extension функциях. Немножко о callback и listener, которые как бы любому разработчику андроид известны. Немножко о layout, и совсем чуточку про тесты, и потом небольшие выводы, и инструкция, как начинать. Итак, предположим, что у нас есть простой layout. То есть у нас есть relative layout. Вот, блин. И в этом relative layout у нас есть картинка, два текстовых поля и кнопка. Да, из цвета, видимо, не очень. Ну ладно. Вот. Обычная, как бы стандартная форма, не такая сложная, как нам... Например, и в нашем приложении мы хотим поменять фотографию, хотим поменять имя, поменять фамилию и поставить какой-нибудь event на кнопку. Соответственно, как мы это делаем обычно? Мы обозначаем, во-первых, все эти view где-то наверху, как property. Потом в onCreate мы делаем setContentView. Подаем туда этот layout. Получаем на выходе view, привязанное к этому activity или фрагменту, или чему бы то ни было. И потом мы делаем findViewById, id, и дальше мы кастим это все в нужный нам класс. На выходе мы получаем референс к тому view, который мы хотим изменять, и дальше мы его изменяем. В основном, видите, куча текста, куча букв, много кастов, много скобок, как бы ничего не понятно. Как бы это классический вид, никто так не делает уже лет много. Все делают так, используя библиотеку butter knife. То есть мы пишем одну аднотацию, bindView, id, и он автоматически на момент компиляции вызывает препроцессор, генерируется весь этот код, как бы под капотом все то же самое происходит, просто мы этого не пишем. Здесь мы можем как бы уже все использовать. Там где-то, наверное, указка должна быть, да? Какой кнопки? О, нашел. Вот здесь как бы уже можно все использовать. Нам нужно всего лишь прописать аннотации, вызвать bind, все готово. Как это делается в Kotlin? Все. То есть мы импортим соответствующий layout, поставляем этот layout через setContentView, точно так же, как мы делаем везде, потому что иначе и как бы Android не работает. Все. У нас эти поля находятся уже привязаны к этому view, к этой activity. То есть мы можем их получать через getView, точка, что бы там ни было, или просто название ID, причем эти поля, они в точности ID-шники этих view, то есть один в один мапятся. И нам не нужно писать вообще никакого кода. Ну, кроме небольшого импорта и небольшого сетапа этого экстеншена для Android. Как бы очень-очень мало работы по сравнению с тем, что было раньше. Ну, с одной стороны, да, это, конечно, непривычно видеть в Java классах или Kotlin классах. С другой стороны, это показывает, что вот эти вот поля, эти property, это ID-шники view. Как бы, да, никто не мешает называть правильным camel case, как в Java принято. То есть это можно делать так. Суть в том, что берутся ID-шники view, из них делаются property, эти property можно использовать сразу после того, как вы привязали view к чему-то ни было. То есть это можно использовать в activity, в фрагментах, в кастомных view, в адаптерах, в view-холдерах, whatever. Как только вы заинфлейте layout, готово. Следующий пункт, это extension functions. Как бы, в андроиде у нас очень много кода приходится писать просто потому, что фреймворк такой. У фреймворка много legacy. У него back compatibility на 8 лет назад. Поэтому приходится очень часто много где писать неоптимальный код или просто API такой не предполагала, что его будет использовать часто, а оказалось, что самый частый и так далее. Как пример, вот inflateLayouter, чтобы просто залейатить один layout из XML, нужно писать там целую длинную строку, которая занимает весь экран. Это все можно красиво обернуть в метод layout, а inflate, сделать его extension от view-группы. То есть extension мы вам уже объяснили, что такое. Дальше, как это использовать? Просто вы берете parent view-группу, dot inflate, в нее заинфлейт этот layout. Намного меньше кода и, соответственно, не нужно вот это все повторять. Пишите один раз, используйте много где, без повторений, без лишних функций. Еще круче это видно на load URL для image view. То есть то, что нужно было писать, получить в Picasso, это одна из библиотек для скачивания картинок на андроиде. Потому что одна из самых частых проблем. То есть обычно это происходило так, что вы берете, вызываете singleton Picasso, передаете ему контекст, передаете ему URL, говорите, в какой view эту картинку нужно вставить, после того, как она скачается. Это все оборачивается в красивую extension функцию. Дальше вы просто говорите image view, загрузив вот этот URL. Как бы все, хоп, готово. Все это происходит под капотом, как бы вам в вашем коде это больше не нужно об этом даже думать. И самое классное, что это все выглядит как будто бы так и должно быть. В данном случае мой косяк, но его, кстати, можно получить из image view, потому что у нас есть view. То есть it getContext. Ну тут, видимо, опечатка. А, было бы здесь dotContext и получилось бы то же самое, в принципе. И без любого view можно достать. В java это выглядело бы как image view extensions dot load url image view, запятая url. Можно, тогда во всех ваших лей-аутах вы будете писать не image view, а полный класс path вашего image view. Да, но как, если много издавалов как-то используется, ему больше понятно, что за extension и какой-либо издавалов? Нет. А, он увидит эту штуку, он посмотрит, ага, что это такое, я не знаю. Он поставит курсор на load url, нажмет f4, его закинет в extension файл, он увидит функцию, как бы, ага, это загружает url. Как бы, дополнительной сложности здесь нету, потому что тот же самый разработчик, когда пришел бы, он увидел view, какой-то странный метод, как бы, откуда он взялся, он бы пошел, он зашел бы в вашу имплементацию view, image view, чтобы увидел точно то же самое. То есть, суть в том, что здесь вам не нужно изменять текущие классы. И еще один примерчик, который мой любимый, на самом деле, это то, как прятать view во всех обычных экранах. Как бы, они прячутся, setVisibility, setView.gon. Это просто ужасно, потому что это не true, false, а у него, на самом деле, три или четыре стейта. И, как бы, намного проще. Мне не волнует, что gone или invisible, потому что invisible используют там раз в пять лет. И поэтому мне легче поставить setVisibility, true или false. Я, как бы, оборачиваю это все в такой маленький extension и все. И просто по контексту, по читаемости, он идентичен, если бы я поставил image view.visibility равно view.gon. Просто мне меньше нужно писать. И дальше, история о listener callback. Как бы, типичный onclick. Все Android-разработчики писали такое, ну, раз тысячу. Onclick listener, override, onclick, бла-бла-бла. То есть, как это все выглядит. Здесь еще код, и это все очень много текста, очень много интендации. С приходом восьмой Java стало чуточку лучше, конечно же. В Android она пришла неполноценно, и поэтому там нужно подключать retro-lambda, например, которая позволяет там под капотом переделывать это все в якобы те же самые listener, что мы видели раньше, только это все спрятано. Другой вариант Jack и Jill. Это новый компилятор для Java кода для Android. К сожалению, он скорее не работает, чем работает. Поэтому, как бы тоже сомнительный вариант. К счастью, в Kotlin это все поддерживается из коробки. И это еще даже короче и красивее, чем в Java 8. То есть, если, как видите, здесь вот есть view. Так, хочется подыкать пальцем. View, он находится внутри скобки. Здесь еще две скобки и точка с запятой в конце. Здесь нам не нужно писать лишние скобки. Они, как бы, опциональны. С точкой с запятым вообще, как бы, это в прошлый век. И мы просто пишем сразу блок кода за вызовом set on click listener. Более интересный вариант, когда это все происходит с callback. Потому что не всегда у нас есть типичные listener. Иногда нам приходится делать какие-то фоновые задачи, у которых нету из коробки никаких callback. Нам нужно писать их самим. То есть, поэтому обычно, как это происходит, создается интерфейс action callback. У него один метод on action done. И, соответственно, в какой-то момент мы вызываем do action, в котором мы передаем какие-то параметры и передаем callback, который, может быть, мы хотим, может, не хотим передавать. И там происходит фигня. И в конце мы вызываем callback, там, если он не null. Как бы, стандартная задача, я такие писал много раз. И если вы работаете с мультитрейдингом, какими-то сложными там, блютусами и так далее, как бы, такие вещи попадаются довольно часто. Можно это все обернуть в RxJava и другие модные штуки. Не всегда есть возможность. Да, и как это потом вызывает, соответственно, в каком-то методе в вашем коде вы вызываете do action, передаете ему callback со всей этой простыней. И здесь, соответственно, происходит код, который выполняется после того, как выполнил задачу. Окей, как бы, привычно, много, очень-очень муторно. Java 8 пришла, нас спасла, мы сократили код, но проблемы те же самые остались с Jack и Jill и RetroLambda. В принципе, как бы, нам помогло, но не совсем. Плюс, опять же, куча-куча непонятных знаков. В Kotlin все вот это влезает на один экран. Нам не нужны больше интерфейсов как таковые, мы можем использовать анонимные функции и передавать их просто как параметры. И плюс, они могут быть nullable сразу же. Нам не нужны лишние проверки, мы просто там один символ как бы, все безопасно, все просто. Единственное, вот эта часть, она требует немножко дзена, но это очень-очень легко доходит со временем. И как бы, как это вызывается? Мы просто берем, вызываем 5, передаем параметр и очень классная фишка Kotlin, ну и, на самом деле, это многих новых языков, то что, если ваш последний параметр это лямбда, то вам эту лямбду не нужно писать внутри скобок, ее можно добавить блоком за вызовом метода или функции. И, соответственно, выглядит это вот так. doAction 5 в скобках, а блок, который выполняется после всего этого, пишется после этого всего. Соответственно, меньше скобок, меньше мыслов и намного проще это все выглядит. И, соответственно, то же самое можно сделать без скоббека, просто выпадать туда null и все так же само работает. Еще, говоря о Kotlin для андроида, нельзя не упомянуть Anko. Anko расшифровывается как Android Kotlin. Это библиотека, созданная JetBrains, чтобы показать, как Kotlin классно выглядит на андроиде. Ему бы что-то удалось. Что она из себя представляет? Это набор extension функций для стандартных задач, которые встречаются с андроид-разработчиком, вызвать интент и создать интент. Такие вещи. И плюс DSL для лаяутинга. JetBrains намекает, что XML это прошлый век и пора бы уже писать лаяуты в коде. Они обещают, что он в четыре раза быстрее, чем Inflate XML. Ну, как бы, да, наверное. Сразу скажу, что я знаю об этой библиотеке, я знаю, как она работает. Небольшой фанат и я ее не использую. Но ее нельзя не упомянуть, потому что это очень интересная штука. Да, экстеншены. Примеры экстеншенов. StartActivity с параметрами, например. То есть каким-то мистическим образом он там распознает, что есть контекст, как, что, где получить. Как бы все, что нужно написать, это просто вот название класса следующей activity и передать map с параметрами, которые будут записаны в бандл, как extra для интента. Таким экстеншеном можно создать самый простой стандартный диалог для какого-то стандартного текста. Очень-очень маленький, простой элементарный диалог в стандартном стиле андроида. Как-то там вызывает, как бы, тоже чуть-чуть дольше, чуть-чуть больше параметров, но, в принципе, через билдер тоже довольно быстро. Тут еще красивее все это. И даже вот понятные кнопки. Здесь можно повесить еще listener на эти кнопки и так далее. Еще одна классная штука, которая в том числе Янко поддержит, но есть много библиотек, которые делают то же самое. Это do async и эта часть выполняется на background-трейде, потоке. И потом вызывается UI-трейд, и вот этот блок уже вызывается на UI-трейде. Соответственно, здесь можно сделать запрос в базу данных, быстрый, долгий, и здесь это все отрисовать. Или здесь сделать network-запрос, сетевой запрос и это все отрисовать. Иначе, если это все сделать на UI-трейде, все упадет с exception или зависнет. Если это сделать все в фоне, вы не сможете получить доступ к UI. Можно сделать с такой конструкцией, и не нужно писать эти стандартные, как же они назывались, асинктаски. Это все примерно то же самое делает. Я бы не удивился, если бы оно оборачивается в асинктаски, но я не изучал это подробно. И сам DSL. Как он выглядит? А это все-таки асинктаски или возможно какой-то проект? Честно, я не знаю. Возможно, это просто executor .execute и ирана была туда подается. Может быть это асинктаски. Я не настолько большой фанат Anko, чтобы ковыряться в ее внутрях. Скорее всего, асинктаски. А что это асинктаски? Выглядит симпатично. Выглядит симпатично, просто это такая штука, которую нужно взять и использовать в начале проекта. Ставить ее в середину можно, но начинается еще больше мусора. Плюс, как бы, I'm not sold на вот этой части. Я человек, который начинал там еще в два с копейками андроиде. И я привык писать XML. Ну, я старый. Да, надо на JSON переходить. Ну вот. Но, как бы, как выглядит DSL, вертикал-лей-аут, это экстеншн функция, к которой можно подать там padding и view, которые там внутри. Как бы из этого получится точно такой же layout, как я описывал раньше. Выглядит красивее. JetBrains написали плагин, который помогает вот эту штуку запихнуть в превью, чтобы было видно, что вы пишете. В принципе, выглядит классно. В какой-то момент все сломалось, потом все починилось. То есть там тоже, ну, проблема в том, что, как бы, выходит JetBrains, они бегут за Android, за Android Support Library версиями, за стандартными библиотеками, и они, как бы, догоняют. Поэтому приходится немножко отставать. Ну, сколько у них есть ресурсов, столько они пытаются. Вот. Да, DSL, красиво. Как бы, на любителя, скажем так. Про тесты. На Android немногие любят записать тесты, немногие знают, как их писать, к сожалению, но их нужно писать. Получается все довольно-таки красиво, если это получается. В отношении тестинга в Kotlin есть несколько стандартных фреймворков. Respec — это как он? Specification Framework от JetBrains, такой в стиле BDD. Kotlin Test — это что-то Inspired by Chai. на них написано на GitHub-странице. То есть если кто-то знает Chai.js, то есть вот это вот, он будет знать, что это. То есть я JS не пишу, поэтому для меня это как бы непонятно. Expect — это что-то, что пришло из Scala. Если я помню правильно. Нет, я путаю, извиняюсь. Вот. Нет. А я запутался. Kotlin Test — это Scala. Да. Kotlin Test — это Scala, а Expect — тогда это Chai. Но они такие, Inspired by. На самом деле там чистый Kotlin. Проблема с этими фрейморками в том, что не все они работают с Android. Возможно они работают, возможно требуется дополнительная настройка. Я пытался запустить Spec примерно месяца 4 назад, чтобы он запускал Unit-тесты на Android и Instrumentation-тесты у меня не получилось. Как бы из-за особенностей того, как работает Android. То есть там это байт-коды, генерация индексов и так далее. Тут есть небольшие проблемы, но из хороших новостей JUnit работает отличнейше. Espresso работает просто шикарно. Это все на самом деле в Android не нужно. У нас уже все есть. Но если есть желание, можно пробовать настроить. Плюс есть специальное расширение Makita Kotlin, чтобы было проще писать Makita вещи. Это Humcrest, это Humcrest'овые джавовские матчеры, переписанные на Kotlin, по сути. И Cluent, это маленькая библиотечка, которую я обнаружил чисто случайно, но мне так дико понравилось, что я сейчас пихаю во все презентации, что я делаю по Kotlin. Сейчас я покажу почему. Из чего состоит Cluent? Это просто набор InFix функций. То есть вы создали какой-то Subject, получили там input, это функция, которую вы протестировали, и потом вы можете сказать Subject should equal hello. Потому что вот should equal, это InFix функция, которая сравнивает это с этим. Это просто wrapper над стандартным equals. То же самое should not equal, и там еще есть набор should contain, should not contain и так далее. Что это позволяет делать? Позволяет писать такой красивый код, который почти английский. Вторая часть этой библиотеки, это helper для Makita. Вот у нас есть какой-то mock база данных, мы вызвали на нем какой-то метод, а потом мы решили проверить, что этот метод был вызван. И вот эта строчка, это не ошибка форматирования, это код. По-моему, on, that, was, это InFix функция, verify, mock, это наш параметр, cold, это ключевые слова какие-то, которые там хитрыми DSL фичами сделаны, вот что можно писать вот это. Как бы, когда ты это видишь, начинаешь появляться такой вау, начинаешь разбираться, ну, как бы прикольно, это очень сложно расширять. Как это мы относимся к другим? Прикольно. То есть, для простых проверок, это вау, это красиво. Если здесь нужно проверить, например, что вызвался mock getPerson times 3, это уже проблематичнее, это нужно где-то здесь вставлять, каким-то образом extendить framework, это непродуманно немножко. Выглядит шикарно, согласитесь. Инфикс функции. Да, для функций можно поставить ключевое слово infix, тогда, и два параметра должны быть, тогда первый параметр будет не как не в скобках, а перед вызовом функции, соответственно, браться оттуда, а второй параметр будет после вызова функции. А если я пишу, например, а пробелы b это будут c, то c будет у меня соответствующим а, b, либо b? Нет, потому что в этом случае b будет infix функции. То есть, пробелы, как бы они не считаются. То есть, в данном случае, verify это класс, по-моему, keyword, mock это вот этот наш mock. Он вызывает на ключевом слое verify с параметром mock и так далее. То есть, результат этого передается в infix функцию z, потом передается в infix функцию vos и так далее. Очень хитро, как бы очень красиво, но мало полезно. Как бы, вот вся эта прелесть, чего она нам стоит? Дополнительных 800 с копейками килобайт, по моим последним данным, может быть уже меньше. К весу вашего приложения, стандартная библиотека плюс рантайм. Нет, рантайма нет, только только стандартная библиотека. При переходе, если у вас была джава, вы решили все, переписывать с завтрашнего дня на Kotlin, у вас будет небольшая каша в коде. То есть, в нашем случае у нас 2 папки source-main-java, source-main-Kotlin. То есть, какие-то вещи там, какие-то там, нужно вспоминать, что мы уже переписали, что не переписали. Ну, какое-то время это будет путаться, мешаться. Плюс еще иногда, там, хочется где-то использовать классные Kotlin'овские фишки, там, в виде apply, viz и так далее. В java это не совсем возможно, поэтому там начинаются костыли, ну, как бы, или иногда хочется просто взять слишком много, переписать. Да, есть небольшие проблемы при переходе, но, по-моему, того стоит. И третье, как бы, наш кост, это то, что мы теряем. Теоретически, Gradle билдится дольше. Теоретически. Потому что, как бы, вот по ссылке в футноуте, кто-то из KeepSafe, это одна из компаний за рубежом, которые, типа, были главными евангелистами и уже используют Kotlin полностью в продакшене на 100%, то есть они делали замеры того, насколько Kotlin дольше делает их проект. И выходило так, что, если делать полностью чистый билд с нуля абсолютного, ни разу не запускав ничего, ну, на 15% дольше, чем обычно, чем java. как бы, но потом, если запустить Gradle демона на фоне и побилдить несколько раз, начинаются incremental билды, и просто разницы нету. Ну, вообще. А это хибридный проект? По-моему, там можно почитать, там был длинный блокпост, там сайты будут доступны, естественно. Там можно почитать, как они это делали. Если я правильно помню, то это был, типа, чистый java проект и чистый Kotlin проект. Ну, они его билд... Скорее всего, что нет. Скорее всего, написано то же самое в функциональном на Kotlin. Честно, нужно просто перечитать. Ну, суть в том, что, как бы, без Kotlin оно быстрее, но если билдить с нуля. То есть, если делать incremental билд, вы просто не почувствуете разницу. Как бы, в этом вся суть. Еще раз. А если все-таки убатил до выбрасывалки всего личного и после? До. То есть, если пройти, как он, про-гардом, то будет даже меньше. В теории. Да? Вот. Тут, пожалуйста, у вас здесь рассказывали. Например, если вы взяли в Гуалах, как это стрейк, то это не может быть в Гуалах и в Гуалах? Это на следующий слайд. Ага. Это другой артикл. Можете вопрос? Скажите, это 15% на каждом модуле, который наоборот есть? И, соответственно, потом умножается на каждом? В том случае был один модуль. А? В том случае был только один модуль. Ну, типа, предложение. Ап. А что будет с ним? До 3-х, до 6-х модулей? Зависит, как настроено. Скорее всего, если они все на Kotlin, да, возможно, будет по X3, на 15% на X3? Возможно, нет. То есть, как бы, нужно смотреть. То есть, вообще, бенчмаркет такая вещь, которым нельзя верить. Скорее всего, так и будет. Да, скорее всего, будет дольше. Да, я согласен. Но, опять же, incremental build, скорее всего, не почувствовать разницу, потому что, если вы не меняете постоянно все модули, которые у вас есть, они не будут перебилживаться. Ну, да, да, согласен. Как бы, не, в моих случаях просто было так, что 15% build-тайма у меня не уходили бы на Kotlin. У меня в последних пару лет всегда был проект на C, подключен модуль, еще несколько дополнительных модулей, плюс огромные SDK были подключены, поэтому build-тайм мне не жалко уже. Уже все равно. Хуже не будет. Вот. Итак, вот это то, что мы платим за это дело, но мы, как бы, что-то еще и получаем в замену, кроме всех этих классных фич. Опять же, те же самые парни из KeepSafe после полного перехода на Kotlin, они замерили, их проект стал на 30% меньше по количеству линий. Вот просто вот так взял, и уменьшил на 30%. То есть, насколько ей можно верить, как бы, ну, это статистика гитхаба, на самом деле, у них получилось. То есть, да, Kotlin, на самом деле, короче. Это, 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 это факт. Как бы, как говорится, меньше кода, меньше багов. Вот. Потом, у Kotlin просто шикарнейшая стандартная библиотека, в плане того, что там уже есть collection API, который полностью заменяет собой то, что в Android используется из Guava, как бы, это все можно выкинуть. То, что я обычно подключал, какой-то стрим API наподобие, это все можно выкинуть. Retro-Lambda выкидываем, Butterknife выкидываем, и выкидываем еще подобные библиотеки, которые помогали нам избавиться от проблем Java. Как бы, все это в мусорник. Соответственно, у нас становится меньше зависимости, и проще код. У нас, главное зависимость, становится стандартная библиотека языка, как бы, как это должно быть в идеальном мире. И плюс еще, если вы использовали RxJava, чтобы обходить проблемы collection API Java, потому что я знаю, что очень многие так делали, то, как бы, это тоже больше не нужно. Соответственно, падает необходимость использовать RxJava, что в среднем лучше. А как Kotlin? Отличнейше. Отличнейше. То есть... Не выглядит ужасно? Нет. Фишка в том, что если писать, как бы, RxJava на Kotlin, выходит практически то же самое, минус скобки лишние. То есть то, что вот в RxJava, когда передается лямбда, там в скобках, лямбда, параметры, бла-бла-бла-бла, это все делается стандартными блоками, вот как я показывал в предыдущих слайдах. Как с этими callback, это точно то же самое. То есть минус скобки, минус лишних параметров. Красота. Я понял. Да? Ну, написано, что не надо взять RxJava, далее вот RxJava, и еще есть, где можно, ну, у меня есть не какой-то или идеалов, есть при форме, включить. Ну, в принципе... если есть желание, можно ее просто выкидывать, заменить на тот Anko вещи, где были Async и UI. Потому что, как бы на моем, в моем понимании RxJava на андроиде нужна исключительно для мульти-трейдинга. Ну, да, и вот callback UI, да, биндинг на view, вот эти штуки. Да, это классно. Ну, как бы использовать вот для коллекции больше не нужно. то есть, выходит так, что вам остается использовать RxJava только по назначению. Что, в принципе, хорошо, по-моему. Как бы можно использовать, можно не использовать, то есть это опционально. И главный плюс этого всего вы снова получаете удовольствие от того, что вы пишете код. И как же нам начать использовать Kotlin? Соответственно, простой путь. Инсталируем плагин в Android Studio. Поддержка не из коробки, но она абсолютно. Нажимаем Tools, Kotlin, Configure Kotlin in Project. Android Studio делает все сама. И дальше проходимся по вашим Java файлам. Нажимаете Code, Convert Java Code to Kotlin File. Подправляете ошибочки. Готово. Как бы это простое для ленивых, если у вас простенький проект. Скорее всего, у вас так не получится, поэтому сделаем правильно. В Build Gradle проекта нужно прописать ClassPath соответственно на Gradle плагины Android Extensions, если вы хотите его использовать. И я обычно еще выношу версию куда-то, потому что она одна для всех библиотек. И потом в Gradle файле самого модуля прописываем плагин Kotlin Android, Kotlin Android Extensions. Прописываем sourcedir, что в принципе тоже опционально, но я обычно пытаюсь хранить их отдельно. И в dependency добавляем stdlib. Все. Как бы вы можете начать использовать Kotlin. Есть такие планы, но это будет в следующем докладе. Во-первых, в андроиде пока не светит. Вопрос, а вот tool? Loyalty, да? Loyalty, да? Для этого лоялта. Там склинивается, фактически, в виде референции Майдиш. Да. Вот этот вот плагин. Да, вот этот плагин. Окей. Да. Это тысяча трехмассейн? наподобие то есть он вклинивается в пайплайн билда и между тем как, так понимаю, где-то между моментом начала этого всего и тем, как ты начинаешь использовать код он просто берет все XML и генерирует вот эти вот синтетик файлы в которых весь этот boilerplate спрятан то есть как-то это немножко магии согласен да, да да, тоже можно использовать Cutter knife он называет принцип абсолютно тот же если хотите, меньше магии, используйте Cutter knife точно так же точно так же точно так же, как на Java и единственное, что разница будет в том, что вот здесь обычно есть apply plugin apt называется apt а как же точно так же а вы подключаете а балансы там все классы типа нет оно работает да, кстати возможно не так все просто, да, но можно писать java-код, но потом использовать в котлине писать аннотацию тот код, который получается после процессинга аннотации чтобы он был котлином честно, я не знаю есть 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 суть в том, что есть еще kapt модуль, который вместо apt подключает обрабатывается точно так же то есть как бы если есть желание, то можно пробовать и а ладно, последний слайд в общем где начинать читать что читать есть на мой взгляд, три главных источника информации это kotlin in action книга написанная людьми из jetbrains по-моему да да вот это чисто про kotlin kotlin for android developers эта книга написана андроидом лево антонио, антонио лево, извиняюсь антонио лево разработчик довольно популярный известный блог он написал книжку там буквально 150 страниц чисто то, что нужно знать уже человек, который знает android и который знает немножко kotlin как бы как это применять в том то есть ничего лишнего и learn kotlin by developing это серия статей на medium.com там их 12 если считать интро 13 там парень по имени Хуан Саравиа пишет клиент для reddit полностью с нуля полностью на kotlin с чем эта серия статей классная что там он задевает такие темы как rxjava как retrofit dagger тестирование адаптеры которые немножко отличаются там можно использовать некоторые особые фичи языка чтобы писать красивые адаптеры то есть обо всем этом так упоминают понемножку и можно хвататься идей я прочитал мне очень понравилось вот и в принципе у меня все так что это это прохожение